В любых выборных процессах есть выигравшая и проигравшая стороны. Партия, заслуживающая доверия народа, обречена на успех. Политэксперты отмечают, что это вполне закономерное явление, когда человек, который борется за предпочтение электората, подвергается различным политическим играм. Это и есть политика. По мнению экспертов, в политике больше поражений, нежели побед. Власть имеет пирамидальное устройство. И на вершине власти мест меньше. Поэтому, во-первых, раз кто-то встал на путь политики, он должен взвешивать, должен уметь реально мыслить и оценивать свои возможности. Сколько процентов голосов могу взять? А не ради того, чтобы принимать участие, заявлять, что он лидер такой-то партии. Это никому выгоды не приносит. Как отмечают эксперты, здесь речь не о количестве избирателей или процентах проголосовавших. Не так важно, так же и то новая это партия или уже давно состоявшаяся. Главное – прямое взаимодействие партий с избирателями. Эту тактику и применили партии, победившие на сегодняшний день, считает Ширадил Бактыгулов. Здесь больше не доработка работы партий с избирателями. То есть надо было входить все-таки в союзы, а не стараться. Одна партия заберет все голоса. Такого не бывает. С избирателем надо работать каждодневно. И мы неоднократно в интервью «Аллато-24» говорили, что реально работа с избирателями партии еще начали весной прошлого года. А партии-долгожители, вернее, те люди, которые неоднократно уже являются депутатами, они со своими избирателями работают не менее 10-15 лет. У некоторых партий есть привычка выдвигать пустые претензии, говорят аналитики. Признание своего поражения является важным качеством в политике. По их словам, возмущение и протесты по итогам выборов имели место быть и во время выборов старейшие парламенты европейских стран. В связи с этим политологи считают, что необходимо было бы извлечь уроки из политической истории и сделать соответствующие выводы. С сегодняшнего дня эти партии, которые не попадают в парламент, должны уже работать над следующими выборами. Показать пример, как они достойно себя ведут, умеют проигрывать. Политическими предложениями, другими задачами надо обращать на себя внимание и на будущее работать. По мнению политологов, отдельные политические партии к поражению привели их собственные амбиции. По их словам, те, кто сначала были друг другу оппонентами, а после выборов ни с того ни с сего объединяются, не заслуживают доверия. Если бы партии объединились еще до выборов, это могло бы повлиять на результаты. В Центральной Азии большое предпочтение отдают состоявшимся политикам. И в связи с этим, конечно, молодые партии, представляющие молодежь, они должны были объединиться. И тогда, я думаю, что какая-то партия, в составе которых было бы больше молодежи, попала бы в парламент. Прозвучали и такие мнения. Чтобы добиться положительного результата, вместо того, чтобы очернять друг друга, нужно просто работать с избирателями. По их словам, в политической гонке для всех партий были созданы равные условия. И, по сути дела, мы по теледебатам видели, что не было никакого, скажем так, выборочного момента. Вот эта партия может там три раза выступить на дебатах, а эта партия всего один. Для партии правительство создало, ну, по возможности, равные условия. Кто хотел, тот участвовал. То есть здесь не было никаких препонов. Кто хотел с экранов госканалов, то и говорил. Здесь все зависело только уже от непосредственно самого выбора и возможности партии, которые прошли. Согласно закону, окончательные итоги выборов будут подведены в срок, не превышающий 20 дней. В настоящее время Центральная избирательная комиссия опубликует последние данные парламентских выборов.